здрасте друзья мои 16 декабря мелочевку выгнал туман конкретный уже наверное месяц у нас в волгограде то дождь то туман то снег мороз то дождь но туманом практически никуда не уходит то есть выше голубей он уже не возьмет они там хотя высота не огромные тогда небольшая там принципе ну может там метров 150 200 камера возьмет сейчас не больше что дальше идет жесткий туман вчера у нас еще когда у виктора снимал его ведь был ледяной дождь я выкидывал вот этого но не красноголова это как бы из чего получали красноголова голубей вот увидели голубя говорил голубь уходит за бой но если ушел то он уходит очень хорошо мозги шикарные то что вчера там ребята рассказывают про головастиков да что тупые не не тупые хорошая птица просто есть кое-какие недоработки надо птица молодая ему там ну лет 30 всего-навсего в общем как вы вели эту породу то есть надо работать и работать с этой птицы по до усовершенствования все-таки 30 40 50 лет это для выводения линии породы это очень малое время вот он этот голубь сидит на яйцах это на птенце в общем прилетел буквально может час тому назад голубей открыл о сверху спустился то есть он дочкам голубка салитет галует она дочка тоже на яйцах сейчас сидит то есть с мозгами него обалденно я рассказывал что год его не было через год прилетел тоже такой же по такую погоду то есть не в такую погоду он начал забиваться его вывожу выпускаю там день два три прилетает домой а потом уже сходу уходит живот мелочевка который уже по вылезла видите какой пух на голове то что вы не увидите сейчас я попробую снимать то есть вот это желтый пух уголубять в общем летом такой не бывает зимой есть уголубят это своем роде зашито то есть птенцы уже идут пухом она птица там животные подготавливается природа и природа матушка все создала в идеальном форме его трогать и пост портить нельзя то есть ничего не надо вот шкет опять сюда зашел сейчас опять выгоним его вроде а реки то то что тебя нравится вчера я сегодня позавчера выкинул пишет он только только первый круг делал сейчас посмотрим как но сегодня уже отлетал чуть-чуть его выкину пусть летит сейчас напрямую на мою крышу пошел вчера я когда кел то их на забор ту на этот голуби открытые бодренькие то что я вчера у ребят снимал там ну вчера позавчера то что птица грязные засраты но не у всех такие условия как у меня это тоже надо учить у меня можно сказать для голубей как пятизвездочный клуб я это да отель там короче все условия не по красоте а по удобству голубят не должно быть некрасивая она должна быть удобная то есть голуби там должны себя чувствовать комфортно все-таки голубят не это не музей это голубят не некоторые там начинают на красоту на то вот это лишнее ну принципе не мешает есть возможно стараться да ради бога можно это сделать вот мелочевка там тоже уже начали летать некоторые из них вот из этой последней партии пескунов ребят горят камера отдали ну если я буду отдаленном не приближена варианты снимать вы ничего совсем не увидите то есть приближать приходится вот я отдалю не думаю что чуть ты чё ты интересно тут есть ничего интересного не будет тут отдаленном варианте то же самое и бой снимает это надо вот практически вот так снимается с расстояние там отойти там ну приближенном варианте хоть птица видно я приближу максимально потому что птица не крыши вышибает птица летит реально поднимается спускается там опять уходит опять спускается периодически приходится на паузу ставить что все это снимать и если обратили внимание то ведь к там кур они были сухие чистенькие потому что они в помещении курятники были а голуби валеры вот поэтому я как бы категорически противник валеры да потому что но чистота голубей тоже огромное значение имеет вот эта влага сырость это во-первых голуби очень трудно переваривает все это ну во вторых даже голуби руки не возьмешь да она вся грязная не знаю я люблю чистую птицу и стараюсь как бы держать но это опять же я не каждый должен делать так как я делаю там у каждого свое нравится каждому свое у у кого есть возможность делает так у кого нету возможности не не делает как надо ну хотелось бы конечно что все делалось как по-правильному ну туман сейчас хорошо видно не будет то есть артур вот эти голубей на доработку с удовольствием перед хамат то есть возьмите поработайте я держу одну линию я держу именно вот голуби с армении да вот это армянской линии других линий я не держу других пород я не держу то есть ну опыт показывает что чем больше пород голубят не до тем хуже результат лучше держать как брустей говорил говорить я не боюсь того спортсмена который знает 10000 этих приемов я боюсь того спортсмена который один тоже самый прием повторял 10000 раз то есть у меня вот как бы такой да я люблю одно до экспериментировал других держал этих ну все равно остановился на том что мне больше нравится то же самое ребята если они все же сдержали николаевскую птицу ну да эта птица летит его всегда можно гонять но не может ассоциироваться да с полетом николаевской птицы там с полетом того у каждой птицы есть свои нюансы есть своя красота и свои тонкости поэтому неправильно когда начинают одни с другими сравнивать да одни внизу другие наверху третье среднем лете четвертой при посадке то есть птица вся разная даже в одной линии она вся разная вот там по голова там там пишет бой какой бой есть у них и столб с винтом и потяжка с винтом и винтовая это да и потяжка и столбовая и ленточная есть и бьет и падает как и у наши птицы то есть если бракован и если такое с боем у них порядке с летом тоже порядке то есть птица покрывается покрывается очень быстро пять десять минут уходит эта птица то есть ну по крайней мере ту птицу который я видел ту птицу который вот этот на моей странишке выставили с украина да там ролик я там ни одного голубя не увидел чтоб хоть там пытался подниматься ну потому что там люди работали чисто на масть в общем то есть должна быть такая голова такие цвета такие это ну у них результат то что они хотели у нас результат то что мы хотим то есть ну сказать порода шикарная нет пока не шикарно для меня она не шикарная ну сказать что она плохая да нет отличные то есть ну вот как бы это да там для любителей там в общем она очень хорошая порода то есть я как бы не могу ничего плохого сказать вот единственные вот допустим у нас волгограде был лет шесть-семь тому назад пошел метр снега я вот утром поднял голубей было ясный солнечный день 28 штук у меня было голубей и вот поднял в 11 ночи часов 10 утра начался снег прямо хлопьями сыпало то есть все крыши было закрыто тогда даже военных волгоград перекидывали чтоб могли хлебовозы то эти работы то есть коллапс был конкретно волгограде там ну волгоградцы помнить постоянно ростове пошло по моему через год или через пару месяцев такая же штука была и в этот день вот в 11 ночью когда стек закончился голуби начали спускаться это они вынуждены летали не просто хотели летать вынуждены летали из 28 спустилась 17 все мои старые голуби вот которые вот эти есть все новые короче среди них было много головатых в общем ни один из них не спустился я вот имею ввиду вот это то есть там есть шикарные мозги из хорошие мозги ну я как бы первую очередь обращая на мозги голубь не должен быть однокодки для меня и два и три года голубь должен 10 15 20 лет у тебя голубят не летать и жить ну по крайней мере мне такие нравятся трудно найти таких но они есть можем к чему вот стремишься я всегда говорю лучше пару но то что тебя нравится от чего ты кайфуешь чем многого так что все нормально я еще вчера переживал вот ледяной дождь пошел то что этот голуби вы увидели у ведь к столько голубей его возле ведь к и упал можете позвонить ведь к спросить он к нему не зайдет этот голуби в машине кому не зайдет вот думал может ледяной дождь упадет кошки заберут это да там все-таки скользко вчера вот ночью спускались голуби с крестовины на крыше и задом как на санках к очень назад укатили опять вылетают не могли спускаться вот отсюда с этой крыши не вот такая была погода но все на месте шкетики мои в огороде так что друзья мои гоняйте любите радуйтесь развивайте это дело это очень хорошее дело голубеводство это очень древняя профессия ну не профессии будем сказать хобби профессия на понемножку ну как бы люди очень давно этим занимаются думаю мы должны успешно все это продолжать все должно быть хорошо удачи вам друзья мои